приветствую вас друзья с вами диман курасан и сегодня у нас коротенькое видео но очень интересное и полезное самое главное во первых я вам расскажу сейчас вот про эту штуку про очень интересного во вторых ну можете посмотреть дачу эту делаю короче мотор снят рама сейчас полностью проваривается дабы добавляются косынки усиления и т.д. и т.п. выглядит она сейчас вот так вот а сегодня я хочу вам рассказать вот про такую штуку это фильтр топливный фильтр с регулятором давления давайте я вам кратенько расскажу какая штука работает да вот ее номер так так как я просто вверх ногами это зеркально все это вижу ну короче говоря фильтр он pp 836 дробь 3 в общем это фильтр с регулятором давления это мастхэв для тех ну для всяких самодельщиков да и для тех допустим кто свопает приоровский мотор или калиновский по моему допустим в жигу он без обратки идет то есть у него регулятор давления без насос находится у вас естественно без насоса ваша родной с обраткой на жиге и чтобы не колхозить этот самый на бензонасос в жигу с регулятором давления вот есть такая штука в нее приходит топливо из топливного насоса вот здесь стоит клапан вот здесь выходит обратка а вот здесь выходит три атмосферы ну то есть как раз в топливную рампу три атмосферы и обратка уже из отсюда выходит и идеальная гениальная штука вообще просто также они еще бывают вот здесь вот с пимкой с вакуумному коллектору ну то есть красиво подключается и вакуум еще может немножечко управляться то есть прибавлять или убавлять нашем случае он без управления чисто три атмосферы давит сейчас мы с вами зажмем его в станке в токарном я его распилю по кругу посмотрим как он внутри устроен вот давайте приступим к распиливанию гараж не прогрелся я вот видео снимаю поэтому пока в шапке покажу прохладно здесь у меня куда-то отлетела вторая штучка ну собственно да вот находится фильтрующий элемент сам фильтр сейчас заодно мы посмотрим какой чистый не чистый блин порезался мне тоже это фильтр не новый он вы нормально так поездил но слушайте да чистый он до чистый ай-яй-яй-яй-яй-яй горячая штука горячая штука вот и клапан регулятор собственно говоря у нас то есть топливо у нас заходит сюда попадает в общую камеру в общую камеру так куда нападает она попадает значит так еще раз да то есть топливо у нас проходит заходит вот здесь вот сверху вот попадает в пространство между корпусом фильтром продавливается сквозь фильтр попадает вот в это пространство и выходит здесь уже чистым также если у нас появляется то есть фильтр давит насос давит топливо давит вот на этот клапан и проходит сквозь клапан сейчас мы его тоже пытаемся разобрать так резиновое колечко так он завальцован весь весь до завальцован его придется значит еще немножечко поточить болгарка для солбаков мы на токарнике сюда достали все полностью разобрали со стороны клапан он мне надоел тут уже так значит тут у нас есть пружиной а это это была мембрана это красная была мембраной вот мембрана пружина значит давит топливо давит и вот сквозь мембран то есть открывается проходит вот вроде бы топливный фильтр да сколько всяких запчастей у него внутри прикольных ты тут из нержавейки стали из какой-то сделано качественной деталь резин тоже ты тут армирована я смотрю сделан качественно ничего не скажешь неплохо неплохо пружинка до пружинка тоже ну-ка вот пружинка я не знаю это я ее погнул ли она такая была кривая ведь несуразная не знаю вот ребят такой вот топ топольный фильтр был у нас прикольный если вы самодельщик что-то лепите вот такой фильтр я думаю вам пригодится как я понял работает он четко нареканий к нему нету потому что ну часто вот такой фильтр стоит у людей на всяких катерах на лодках и т.д. и т.п. вот так спасибо за внимание за внимание с вами был диман курасан подписывайся на канал скоро вы увидите серию про покраску рамы про баги мы ее повезем в песок потом покраску все ребята спасибо пока